Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами по дисциплине экономика жидорожного транспорта рассмотрим тему экономика, качество и регулирование эксплуатационной работы жидорожного транспорта. Ознакомимся с вопросом экономическая эффективность, улучшение качественных показателей использования подвижного состава пассажирскому движению. Важнейшей задачей пассажирского транспорта является обеспечение высокого качества перевозок при полном удовлетворении потребностей населения передвижением. Необходимое качество перевозок пассажиров не может быть обеспечено без высокого качества эксплуатационной работы. Вместе с тем, задачу повышения качества эксплуатационной работы нельзя рассматривать только с позиции улучшения транспортного обслуживания населения. Это большой резерв роста эффективности всего транспортного производства, позволяющий экономить эксплуатационные расходы, высвобождать парки подвижного состава, наиболее рационально использовать живой труд, экономить инвестиции на развитие и реконструкцию пассажирского транспорта. Основными показателями использования подвижного состава пассажирскому движению являются населенность вагона, состав поезда и скорость движения, Экономическая эффективность повышения населенности вагона Населенность пассажирского вагона – это важнейший резерв улучшения использования вагонного парка. Ее значение в пассажирском движении примерно такое же, как в динамической нагрузке в грузовом движении. Населенность вагона зависит, во-первых, от размеров движения поездов и величины пассажиропотока. Населенность показывает, в какой степени размеры движения пассажирских поездов, намеченные по графику, соответствуют фактическому пассажиропотоку. При низкой населенности вагонов поезда работают полупустыми, а слишком высокая населенность указывает на необходимость увеличения размеров движений поездов в целях улучшения условий поездки пассажиров. Населенность пассажирского вагона зависит также от структуры вагонного парка, включаемого пассажирские поезда. Рассмотрим пример. Имеется состав из 12 вагонов. Первый ряд – 10 купе и 2 СВ. Количество мест в поезде равно 10 умножено на 36, так как в купе имеется 36 мест, и 2 умножено на 18, так как в СП имеется 18 мест. Общая сумма получится 3096. Значит, населенность получится, если разделено 12, в среднем 33 человека на 1 вагон. Второй вариант – 2 купе и 10 СВ. Количество мест в поезде равно 2 умножено на 36 и 10 умножено на 18. В итоге получается 252. Населенность у нас получится 21 человек в среднем на 1 вагон. Чем больше работает комфортабельных вагонов, тем ниже при прочих условиях населенность вагонов. Из сказанного следует, что для обеспечения высокой населенности вагонов при полном и качественном удовлетворении населения в перевозках необходим систематический оперативный учет населенности вагонов и регулирование поезда потоков и составности поездов в зависимости от изменения пассажиропотоков. Повышение населенности пассажирского вагона дает большой экономический эффект и при стабильном пассажиропотоке означает относительное сокращение вагонного парка, пробега поездов, а также пробега локомотивов. Сокращение потребностей в подвижном составе уменьшает инвестиции в его развитие. Уменьшение поездной работы снижает уровень заполнения пропускной способности и, как следствие, уменьшает потребность в инвестициях на ее развитие, способствует повышению скорости движения поездов. При снижении размеров пробега вагонов и локомотивов уменьшается расход топлива и электроэнергии для тяги поездов, высвобождается контингент проводников, если не меняется система обслуживания ими вагонов. Про увеличение объема перевозок пассажиров повышение населенности вагона позволяет освоить дополнительный пассажирооборот без увеличения рабочего парка вагонов или освоить его с одним и тем же количеством поездов, не меняя числа вагонов в поезде. Повышение населенности вагона это важнейший резерв сокращения эксплуатационных расходов, связанных с содержанием и ремонтом подвижного состава, верхнего строения пути, с организацией работы локомотивных и поездных бригад. Сокращение эксплуатационных расходов при повышении населенности вагона обеспечивает существенное снижение себестоимости перевозок и, соответственно, при стабильных тарифах увеличение прибыли и рентабельности пассажирских перевозок. Рост населенности вагона обуславливает повышение среднесуточных пробегов и производительности вагонного и локомотивного парка. Эффективность увеличения состава поезда Увеличение количества вагонов в поезде означает повышение его вместимости. Экономическая эффективность увеличения состава пассажирских поездов заключается в повышении провозной способности ежедорожных линий, экономии капитальных вложений и эксплуатационных расходов. Величина состава поезда зависит от размеров пассажиропотока, направления железной дороги, обуславливающих частоту движений поездов и количество вагонов в них. Кроме того, на состав поезда существенное влияние оказывает населенность вагонов. Эти два показателя тесно взаимосвязаны. Проблема населенности вагонов и состава поезда должна рассматриваться в связи с решением вопросов о способах усиления провозной способности транспортного направления. При стабильных пассажиропотоках небольших размеров рост состава ведет к снижению заполнения мест в поездах, увеличению эксплуатационных расходов, повышению себестоимости перевозок. Повышение населенности вагонов за счет заполнения свободных мест в поездах, напротив, обуславливает существенную экономию транспортных средств. Экономическое значение увеличения состава поезда повышается в условиях, когда размеры движения пассажирских поездов ограничиваются пропускной способностью линии. В этих условиях работа пассажирских поездов с небольшим количеством вагонов означает недоиспользование провозной способности в направлении. Вместе с тем, состав поезда нельзя увеличивать до слишком больших размеров. Его длина зависит от длины посадочных платформ. При значительном увеличении длины состава без удлинения платформы ухудшаются условия для посадки и высадки пассажиров. При этом возникает необходимость удлинения посадочных платформ, а также прием отправочных путей и пути отстоя состава, что требует дополнительных инвестиций. Опыт показывает, что вождение поездов из двотетей и более вагонов при современных серийных локомотивах также не обеспечивает снижение себестоимости перевозок, поскольку для вождения поездов с высокой скоростью и для отопления состава в зимнее время мощность локомотивов недостаточна. Применение двойной тяги в таких условиях приводит к недоиспользованию мощности второго локомотива и увеличению эксплуатационных расходов. Следовательно, достижение максимального эффекта от увеличения состава пассажирского поезда может быть обеспечено лишь при удлинении поездов до размеров, не превышающих длину посадочных платформ. Это обеспечивает уменьшение пробега поездов и потребного парка локомотивов. В результате достигается экономия расходов на содержание локомотивных бригад, на топливо или электроэнергию для тяги поездов, содержание и ремонт локомотивов, а также уменьшаются инвестиции в локомотивный парк и в развитие сети. И одновременно возрастает производительность поездных локомотивов. Эффективность увеличения скорости движения поездов. Скорость движения пассажирских поездов является важнейшим показателем качества пассажирских перевозок. С повышением участковой скорости в пассажирском движении ускоряется доставка пассажиров и улучшается их обслуживание. Величина этого показателя зависит от множества факторов, которые в равной мере влияют и на скорость движения грузовых поездов. Например, профиль пути, двухпутная или однопутная линия, длина состава, мощность локомотива и другие. Рост скорости движения пассажирских поездов дает большой экономический эффект, выражающийся в увеличении провозной способности линий, снижении эксплуатационных расходов, уменьшении затрат трудовых ресурсов, сокращении потребного парка вагонов и локомотивов, а также затрат на топливо и электроэнергию. Соответственно, экономятся эксплуатационные расходы. Однако, повышение скорости не только обеспечивает экономию, но вызывает и дополнительные транспортные затраты. Их величина зависит от того, за счет каких мероприятий обеспечивается рост скоростей. При росте технической скорости повышаются расходы топлива, электроэнергии на тягу. Растут и сдержки по содержанию подвижного состава, верхнего строения пути. Поэтому, при расчете общей экономии от увеличения скорости необходимо учитывать и дополнительные затраты, вызываемые ростом скорости. В отдельных случаях их величина не ограничивается только эксплуатационными расходами. Так, если рост скорости будет обеспечиваться за счет усиления верхнего строения пути или внедрения более мощных локомотивов, дороге потребуются дополнительные инвестиции. Повышение скорости движения поездов оказывает влияние на улучшение других показателей использования подвижного состава. При прочих неизменных показателях рост скорости приводит к увеличению оборота состава и среднесуточного пробега вагона, который с оборотом состава связан обратной зависимостью. Факторы, определяющие сокращение времени оборота состава, способствуют одновременно и увеличению пробега вагона за каждые сутки эксплуатации. Чем меньше время оборота состава, тем при прочих равных условиях выше среднесуточный пробег. Однако, их величина определяется не только скоростью движения поездов, но и временем простоя состава на станциях приписки и оборота. Это означает, что факторы, влияющие на рост скорости поездов, замедленно действуют на повышение среднесуточного пробега вагона и оборота состава. Эффект от повышения среднесуточного пробега, вызванного ростом скорости движения, это высвобождение вагонного и локомотивного парков, экономия затрат на их содержание, ремонт и амортизацию на содержание локомотивных и поездных бригад, а также сокращение инвестиций в локомотивные и вагонные парки. Если же увеличение среднесуточного пробега вагона и оборота состава обеспечивается за счет сокращения простоя на станциях, то эффект возрастает за счет экономии на содержание и амортизацию станционных путей и инвестиций в их развитие. Улучшение показателей использования подвижного состава в пассажирском движении обеспечивает рост производительности труда контингента пассажирского комплекса повышение прибыли от пассажирских перевозок. Сегодняшняя тема у нас закончилась. Спасибо вам за внимание.